Так, ну что, ребят, всем привет. В общем, по поводу фонда Grayscale у нас канитель продолжается, и у нас тут один чувак, получается, в Твиттере, доктор Профит, опубликовал, что у нас Grayscale владеет 3,3% рыночной капитализации биткоина. То есть у Луны было всего 80 тысяч, BTC в обеспечении, а у Grayscale у нас 640 тысяч. Ну, давайте проверим. Соответственно, вот у нас биткоин трасс на 10,5 миллионов долларов, как мы заходим, вот видим assets under management, это у нас получается, вот они говорят, 10,5 миллиардов. У них получается трейлинг, получается минуса, показывают на 72 почти с половиной процента. Вот, если округлить здесь, он сказал, что сколько там, 640 тысяч, ну на самом деле здесь чуть меньше, я так понял, они уже распродались. Ну, давайте 630 тысяч возьмем и посчитаем, сколько это. Опять же-таки, по информации, к сожалению, я не нашел, но слышал, что получается 50% они подтвердили, а остальные 50% объема, то есть по факту у них может быть 300 тысяч. Ну, давайте возьмем даже, окей, 600 тысяч, возьмем даже еще меньше, умножим на сколько стоит биткоин сейчас, 16 тысяч, давайте, 16 тысяч умножаем, получается это у нас 9 миллиардов 600 миллионов, вот, на текущем этапе. Если же взять половину, то есть половина от этого объема, это у нас получается 300 тысяч, давайте, вот они подтвердили. 300 тысяч умножаем на 16, получается у нас 4,8 миллиарда долларов, то есть 5, ну давайте округлим, 5 миллиардов долларов, то есть если они обвалят цену и продадут эти битки, вот он говорит, что, соответственно, если цена, ожидается, упадет на 46%, если они продадут все свои битки по рынку, опять же таки, не на OTC, а по рынку именно, что приведет нас к 8,900, вот, насколько вероятно, что типа, что 10 тысяч, ну давайте глянем перевод дословно, Just want to show you, что, ну короче, что будет эта десятка, а то и ниже, он имеет в виду, вот, поэтому, ребят, ну давайте глянем, если 46%, то есть по идее это на 23% от текущих, если на 46%, давайте же глянем, действительно ли это так, то есть я всю информацию всегда проверяю, то есть на слово я не верю и стараюсь как бы проверять самостоятельно какие-то факты и что рекомендую делать и вам, вот, по поводу, соответственно, цены 46%, давайте глянем, это у нас получается где-то, ну да, 8,800, все верно, Если же половина, 300 тысяч они продают, это где-то 23%, плюс-минус, это будет у нас 12,500, 12,700, ну о чем я и говорю, понимаете, то есть о чем речь, это первая остановочка у нас может быть, плюс у нас там соскамился, возникли слухи по поводу проблемов DSG, получается, ну тот же Genesis Trading, то есть OTC платформа, они отказ управляющей цифровыми активами Grayscale от раскрытия резервов, приостановка, получается, криптолендинговых операций, То есть у нас Digital Currency Group, плюс Genesis Trading и Grayscale, я так понимаю, в одной лодке и, соответственно, они могут курс также обвалить, поэтому имейте это также в виду Ну а по поводу, также еще взломавший FTX хакер, у нас, помните, взлом был, он, получается, похитил 251 тысячу эфира, это 235,5 миллионов долларов и 50 тысяч эфиров он перевел в обернутый биткоин, а тренд протоколы подключил активы к кроссчейн мосту Ну то есть получается 50 тысяч, получается, эфира на текущем этапе, это у нас на 1200 умножаем, это где-то 60 миллионов долларов Вот, поэтому он тоже, если он прольет свои биткоины, продаст по рынку, то вы же понимаете, ну я думаю, он будет и холдить, скорее всего, ну все может быть, но учитывайте, что цена также упадет Поэтому я живу, первая остановка, 12700, вот, и надеяться на то, что все быстро закончится, вот, Джампин Джао у нас с таким лицом веселым говорит, что биткоин не умер, мы все еще здесь И, соответственно, недавно подтвердил, биткоин не умер, поскольку сообщество все еще активно участвует в обладающей криптозиме Написал, получается, он в твиттере, что биткоин не умер, мы еще остаемся здесь, несмотря на панику, вызванные последними событиями с FTX и так далее Вот, комментарий вызвал несколько реакций со стороны крипто-сообщества То, естественно, подключился Майкл Селлер, максималист, да, биткоин-максималист, вот, у которого биткоин сейчас в минусе, там, и фонд в минусе Вот, и это бессмертная, нерушимая, неподкупная основа, на которой можно построить лучший мир, там, и так далее Вот, и, соответственно, 14 ноября Сизи сообщал, что выкупит и т.д, ну и, в принципе, выступая в прошлую среду на CNBC, генеральный директор Ripple Барет Горенхаус также подчеркнул устойчивость к криптовалютной индустрии к этим препятствиям Ну, что, типа, XRP тоже выдержит Но самое интересное, ребят, то, что я нашел и то, что я скидывал в закрытом клубе, ну, так как вы смотрите мои ролики, да, преданные мои фанаты, вот, то, соответственно, показываю Он опубликовал новость 19-го числа, каковы признаки дна Ребят, на дне вам никогда не скажут, что это дно, поэтому спасибо Сизи Бинанс, что он нас предупредил, что снижение еще впереди Вы скажете, а вдруг это обманка, что все подумали, что будет ниже? Нет, ребят, скорее всего, большинство подумает, что дно настало и надо закупать Вот и все, поэтому можно гадать, как бы, всегда 50 на 50, да, надо понимать это Либо вниз, либо вверх, но я считаю, нас еще свозят, как минимум, еще до 12700 Но чтоб все повыходили на панике, это ниже 10 тысяч долларов Даже самые ярые инвесторы и фанаты биткоина, они распродадутся ниже десятки Потому что будут думать о выживании, будут бояться, что у них минуса по портфелю Либо просто сработают эмоции, паника и подумают, что криптоскам, а негативный фон будет этому способствовать Так вот, и важную мысль еще скажу, запомните сейчас момент Я рассказывал, как определить фейкотскок, либо разворот Я говорил, что никак, мы это узнаем только постфактум Кто смотрел этот ролик, тот помнит Если кто нет, обязательно посмотрите Там он на 30 минут, но смотрится на одном дыхании Очень полезный, будет особенно полезен, кто не умеет контролировать свои эмоции И новичкам, кто пришел только в крипту Вот, поэтому, ну и кто хочет узнать инфу по поводу фейкотскока и разворота Так вот, основная суть, что надо понимать, что крупный капитал приучает То есть он дает негативу, говорит, будет ниже, то есть будет ниже, дали ниже Будет ниже, здесь все ждали ниже, дали ниже Говорят, что будет ниже, дадут еще ниже, я считаю Вот, но когда будет разворот, будут все равно Ну, вернее, когда будет дно и когда будет разворот Вот здесь, вот здесь, в 20-м году тоже говорили, что будет ниже То есть крупный капитал, как собака Павлова, да, собаку Павлова воспитывает То есть кнут и пряник, то есть сбылось, сбылось И люди думают, ага, но если мы 3 раза до этого падали и говорили, что будет ниже, значит еще упадем, понимаете? И вот так люди дрессируются, понимаете? А так как большинство людей 99% этого не одупляют, что они поддались дрессировке неосознанно от крупного капитала, СМИ, там регулятор и так далее, то они будут дальше ждать ниже. И вот здесь, когда я присутствовал, ждали еще ниже, ждали биткоин обратно сюда, к этим отметкам по 3000-4000 долларов, да? А то и по 2, а то и по 1000. Многие блогеры, 99% из них говорили, что будет ниже. И лишь единицы говорили, что возможно это дно, и ребят, закупайтесь. Остальные говорили, не надо закупаться, либо закупайтесь на половину объема, либо на 30%, не надо торопиться, будет еще ниже биткоин по 1000, по 2, типа это еще не финальный дам. Понимаете? Поэтому на дне или, соответственно, на тех отметках, от которых мы еще упадем, всегда будут говорить, что ниже. То есть, неважно, будь то дно, либо будет это еще ниже. То есть, мы это узнаем только постфактум. Но самое важное, то, что я понимаю, есть ключевые психологические отметки, которые однозначно мы, ну, скажем так, не то, что должны, а вероятнее всего затронем. Ну, это из того, как я рассуждаю. Пишите в комментах свои мысли, будет интересно почитать. Всем удачи, всем пока, и я считаю, до 12700, как минимум, мы можем сходить. Вероятность очень высокая. Всем удачи, всем пока, ну, и спасибо Сизис за то, что сказал, что дно еще впереди.